Приветствую Вас, Вячеслав. Давайте разберем Ваши вопросы. Мне 50 лет, я женат, 28 лет. Если кратко, то я находился далеко от дома по работе. Как жена Ваша воспринимает то, что Вы находитесь далеко от дома по работе? Как часто Вы находитесь далеко от дома? Это первое. Жена нашла себе любовника, я об этом узнал. Ну, очень важно понимать, что любовник всегда вследствие проблем непосредственно внутри семьи, да, вследствие трудностей непосредственно внутри семьи. И любовника нельзя воспринимать просто как вот некую такую самостоятельную историю, которая вот внезапно появилась. Вот уже три недели у нас идут переговоры по видеосвязи. Я уверен, что разговоры идут в основном об одном и том же, и в основном эти разговоры ведутся в обвинительном ключе. Я нахожусь несколько в непонятной ситуации. Хочу все бросить и начать заново. Что именно Вы хотите бросить и что именно Вы хотите начать заново? Ну, что конкретно все? Вы ничего не бросите и заново Вы ничего не начнете, если не разберетесь в том, как лично Вы оказались в этой ситуации. 28 лет жизни с этим человеком тоже не вычеркнешь. Ну, есть такое ощущение, что 28 лет жизни Вы инвестировали в человека, чтобы она была с Вами. Чтобы вот как-то обеспечить, обеспечить себе ее пребывание с Вами. Если так, то это немного не та модель поведения, которая может привести Вас к чему-то хорошему. Потому что отношения заканчиваются, с одной стороны это бывает нормально, с другой стороны в отношениях могут быть проблемы, которые Вы, судя по всему, игнорируете. И вот не Вы конкретно, Вячеслав, а Вы оба. И судя по тому, что пишете Вы, судя по тому, что пишете Вы, дело как раз таки в проблемах. Именно в проблемах дела, а не в... Ну, не в том, что отношения закончились. Дело в том, что, если я правильно понимаю, поженились Вы в 22 года. Ну, 50 минус 28, но здесь правильно посчитал, посчитал. Вот. В 22 года. Конечно, за это время много чего изменилось, много чего поменялось. И в том числе изменились Вы, и изменилась она. И очень важно, насколько Вы эти изменения сами друг с другом, друг с другом сознаёте, и насколько Вы адекватно меняете своё поведение. Вот. Дальше. Я ей сказал про развод. Ну, что именно Вы сказали ей про развод. Вы поймите, если Вы решили разводиться, это одно. Если Вы решили сохранить отношения, это другое. Вот. Сейчас Вам нужно понять, как измена Вашей жены Вас непосредственно задела. Вот. Её поведение для меня немного непонятно. Она плачет и хочет, чтобы я уходил. Но и бросать своего любовника, по-моему, тоже не хочется. Так а как она его бросит, если он даёт ей то, чего не хватает? И почему она должна опустить Вас, если Вами она тоже дорожит? Понимаете? То есть, если что-то не хватает, она добирает это через любовника. И при этом у неё могут быть чувства к Вам. Вот. То есть, ей просто ничего-то не хватает. Сейчас. И рыбку съесть, и потанцевать. Ну, в отношениях она немножко не так работает. Если в отношениях человек не удовлетворён, он не должен мириться с этой неудовлетворённостью. Помогите разобраться в этой ситуации. Я думаю, она не исключение. Она, к сожалению, исключение. Потому что двух одинаковых ситуаций не бывает. Вот. Разобраться в этой ситуации поможем. Выбирайте себе специалиста. Записывайтесь на консультацию и начинаете разбираться во всём последовательно. Вероятно, даже имеет смысл Вам вместе с супругой вдвоём пообщаться с психологом. На этом всё. Я надеюсь, что помог Вам. Желаю Вам всего самого доброго. И удачи! Продолжение следует. Продолжение следует...